Писатель, поэт, переводчик, реформатор языка, знаток живописи, тонкий ценитель музыки. 6 июня исполнилось 225 лет со дня рождения солнца русской поэзии Александра Сергеевича Пушкина. Отметить юбилейную дату пришли горожане к Центральной городской библиотеке имени Маяковского. Там, под открытым небом, прошел 11-й городской праздник поэзии «Пушкин-юниверсал». Мы сегодня хотим показать на примере нашего праздника, каким универсальным может быть поэзия Пушкина. Пушкин вдохновляет на живопись, вдохновляет художников, на прекрасные картины, вдохновляет молодых поэтов. У нас сегодня очень много молодежи будет выступать. Самобытный, невероятно яркий поэт. Конечно, о нем сказано много, но мы сейчас хотим, как пазлы, соединить их в одной единой палитре, показать яркое, самобытное творчество Пушкина в разных направлениях. Каждый номер программы раскрыл универсальность и многогранность творчества Пушкина, которое живет и по сей день, спустя 200 лет. Произведения великого поэта читают во многих странах мира. Гости вечера могли услышать, как звучит знаменитое «У лакоморья дуб зеленый» на арабском, французском, английском языках. В пушкинскую эпоху горожан погрузили участники студии исторических танцев «Объединение армир», перевоплотившись на время в дам и кавалеров. На вечере звучали музыка, стихотворения от молодых поэтов «Лит Объединение Летошка». От номера к номеру зрители узнавали факты из жизни поэта. Почему мы говорим на языке Пушкина, как Александр Сергеевич собирал русские народные песни, сколько знал иностранных языков, а также о том, что поэт и сам рисовал, уважал художников и хорошую музыку. Это выжилки бессонниц, это свеч кривых нагар, это сотен белых звонниц, первый утренний удар. После основной программы прошла презентация второго сборника «Вдохновение», в который вошли стихи и проза лауреатов одноименного городского конкурса. Члены жюри, победители конкурсов 2020 и 2023 годов получили авторский экземпляр сборника. То, что выходит уже второй сборник, и то, что мы видим, имена уже, которые мы знаем, и которые появляются вновь, для нас тоже огромная и большая радость. Я выражаю огромную благодарность своим коллегам за работу, потому что оценивать это всегда очень сложно. И я, конечно же, говорю огромное спасибо всем участникам нашего конкурса. В завершении праздника все гости могли прочитать любимые произведения в рамках свободного микрофона. Светлана Ярунова, Руслан Лапшин, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.